Поесть сладкое ваты и мороженого, покататься на аттракционах и пострелять в тире. Словом, окунуться в беззаботную атмосферу детства. Пожалуй, это первая ассоциация, возникающая у каждого из нас при словосочетании парк культуры и отдыха. Мало кто знает, что это излюбленное место досуга многих брещан насчитывает более чем вековую историю. Вообще история парка у нас идет с 1906 года. Сначала он назывался Либовский парк. Это по названию полка русской армии, который здесь стоял. Они посадили сад площадью 4 гектара. Потом городская администрация передала его в аренду частному лицу. И в 1912 году было высажено сотнями уже кустарники, деревья и так далее. И парк расширился очень значительно. После этого в парке играл оркестр по 3 дня в неделю. Проводились массовые мероприятия. Насколько это было возможно тогда и по программе тех лет. Вскоре Брест возмужал. Появились новые улицы, дома, увеличилась численность населения. Отсюда возникло логическое решение городских властей расширить парк 1 мая. Сегодня брещане и гости города могут насладиться прогулкой в трех зонах отдыха. Парке культуры и отдыха, воинов-интернационалистов и лесопарковой зоне микрорайона Дубровка. На сегодняшний момент в городе Бресте работают два парка культуры отдыха. Это парк культуры отдыха на Ленина и восточный парк, парк воинов-интернационалистов. В парке на Ленина порядка 11 аттракционов работают. Это и Марс, это и Орбита, Калипсо, Вальс, полюбившиеся детские аттракционы и батуты. Восточный парк радует наших посетителей летающей тарелкой, вальс тот же самый, Орбита, солнышко, экстрим-батут. И так же как и на Востоке, так и на Ленина у нас есть паровозики. Детские паровозики, которые катают наших маленьких посетителей. Если говорить о бюджете предприятий, то на 2014 год бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 1,360 млрд. На сегодняшний день профинансировано 44%, порядка 44% это 600 млн. Если говорить о финансовых результатах работы парка, то буду говорить о 13-м, поскольку он уже завершился. На счет 527,1 млн. чистой прибыли. К сожалению, этих средств не хватает на масштабную кампанию по обновлению парк аттракционов, который, мягко говоря, устарел как в материальном, так и в моральном плане. А ведь их помнят люди уже далеко не бальзаковского возраста. К примеру, бывшая ромашка, ныне Орбита или мини-авто. Колесо обозрения в этом году и вовсе не допустили к эксплуатации во причине неисправности механизма. Кстати, кто в силу убежденности в ветхости аттракционов боится прокатиться с ветерком на той же Орбите, не переживайте. Вся индустрия развлечений ежедневно проходит тщательную проверку. Все аттракционы подвергаются раз в год проверке госпромнадзором. Соответственно, предварительно выезжают люди с Пинска, мы заказываем, которые проводят проверку предварительную аттракционов. Значит, все выявленные недостатки устраняются. После этого государственная комиссия проверяет на допуск аттракционов. Соответственно, мы получаем. Эта проверка, она дает возможность в течение года аттракционам работать. Соответственно, персонал, который находится на территории парка, ежемесячно проводится обследовать аттракционов визуально. И ежедневно мы проводим каждый день перед запуском проверку всех аттракционов. Ну и кроме аттракционов, администрации парков есть, что предложить искушенной публике. Это икор для игры в большой теннис, площадка для айсштока и детская игровая комната джунгли, а также эстакады для занятий скейтингом. Особое место в этом списке занимает уголок живой природы, который дети и взрослые могут посетить как в парке на Ленина, так и в парке микрорайона Восток. К слову, в последнем грядет пополнение живности. В парке воинов-интернационалистов у нас открылся мини-уголок живой природы, в котором сейчас располагаются у нас камеронские козы, гуси, кролики, разнообразные куры. Планируем модернизировать, планируем развиваться в парке на Восточном парке. Индустрии развлечений на Ленина новшества также не обойдут стороной. Они коснутся не только уголка живой природы. В этом году мы планируем реконструкцию, текущий ремонт банкетного зала, где мы проводим мероприятия. Это и проведение свадеб, и дни рождения, и юбилеев. Также одной из основных целей парка является модернизация нашего оборудования, это аттракционы. Естественно, это в наших планах закупка нового аттракциона, но все это зависит от наличия свободных денежных средств. В уголке живой природы, в парке культуры отдыха на Ленина, мы планируем закупать новые виды животных, в том числе и закупка африканского страуса. Конечно, появление еще одного африканского страуса мало обрадует любителей острых ощущений. Однако, учитывая бреши в бюджете, руководителям организации индустрии развлечений остается хранить то, что есть, с чем они успешно исправляются, обеспечивая хорошее настроение брещанам и гостям нашего города как в праздничные, так и в будние дни.